В общем, у вас же в этом году будет, в этом году, в общем, в этом семестре вам нужно будет до зимы курсовые работы представить. Я вам на следующей неделе мне как отправить шаблон, где нужно будет, получается, сколько интервал, межстрочный, все это мне отправят. Потом я вам вместе с этим отправлю темы, которые нужно будет взять по курсовой работе. Курсовую работу — это как в университете, когда заканчиваем, мы же пишем дипломную работу, а курсовая — это как бы половина дипломной работы. Поэтому в этом году вы будете писать курсовую работу. И курсовую работу можно будет на русском, можно на английском, как вам удобно. Ну, наверное, этот, посмотрим. Просто еще ее нужно будет защищать в этом. Также в конце этого семестра зимой будем защищать, ну, смотря как это будет, если до сих пор, если к тому времени до сих пор будем заниматься по дистанционным обучениям, то дистанционно будем защищаться. А если нет, то уже будем, как в обычном режиме, будем вместе с директором, с Бахачапаром, с Завучем, со всеми будем это защищать. Потом уже в следующем семестре начнется у вас полностью практика. У вас же в прошлом году практика проходила в этом, постав в СЭФ же, а в этом году, по идее, у вас же не преподаватели вы, а как бы переводчики же. В этом году нам обещал заведующий учебной практики, завуч, который за это отвечает, он сказал, что он нам организует другие предприятия. Главное, для этого он просит у вас резюме. Если вы уже в Ахне, а вы в троем сдали, а Ежан и Бигза только остались, они потом скинут, я ему отправлю, и получается вместе с этим резюме он будет отправлять в эти предприятия, не знаю, он еще не сказал какие, и потом все вместе, либо все вместе, либо по отдельности в разные эти компании, просто как на практику пойдете. Потом это все. Ну вот, в основном, главное на этот симметр пока у нас курсовая. И курсовую я вам еще отправлю ссылки, по которым, где можно брать материал. Примерно список литературы я вам тоже отправлю, где можно будет материал брать, где можно, какие электронные учебники нужно использовать, тоже я вам этот список весь отправлю вместе с этим, вместе с темами. У вас там будет где-то на выбор 15 тем, я вам дам, из этих 15 тем, которые вам покажутся, может, то, что больше материала вы найдете, более интересное, то, что вам будет. Так, и вот, в принципе, по курсовой все. Потом насчет обучения. Пока все равно еще будет дистанционно. Также до, неизвестно, ну, по крайней мере, до, как в школе уже есть, первая, как называется, первая четверть в конце октября, когда это заканчивается, по крайней мере, до этого времени еще будет дистанционно. Потом зимой уже будут смотреть. Ну, говорят, возможно, вдруг, если будет вторая волна, то, скорее всего, может, и до конца, до, да, до конца декабря еще так и будет, так же дистанционно. Потом. Вообще, тема сегодняшнего нашего кураторского часа — это экотуризм в Казахстане и вообще, в частности, в Аматинской области. Экотуризм. Вообще, как вы понимаете это, понять, экотуризм? Эко — это значит какой? Экотуризм. Какой туризм это получается? Вообще? Сейчас я вам демонстрацию открою. Экологический. Ну, да, экологический. Экологический, то есть, ну, либо связанный именно с природой, да? Экология связана с природой, связана с экологическими какими-то, ну, с природными объектами, в общем, да? Вот здесь я вот примерно три вида туризма выделила. Экотуризм. Видно, да? Открылся, да? Слайд открылся? Да, открылся. Экологический туризм, культурный туризм и экстремальный туризм. Сейчас эти дефиниции мы сейчас позже рассмотрим. Сейчас пока. Эй, а? Лан! Не, не секунь. Тур-тур-тур-тур-тур. А-а-а. Так. И вот. Вообще, у нас в Казахстане... Давайте сейчас тогда на английском начнем. We know that Kazakhstan is a motherland of nomadic tribes, да? Nomadic tribes – это есть, получается, tribes – это что такое tribes? Кто знает? Ну, понятно, да, tribe – это племена, то есть, номадские племена. Номады – это есть наши предки, да, казахи, которые в свое время были кочевыми, да? То есть, так как, казахстан is a motherland of nomadic tribes, and it has the oldest civilization on the Eurasian continent. And we know that Kazakhstan has all wonder of the world, yes? All wonder, то есть, all – we have deserts, we have lakes, we have rivers, we have mountains. Also, our nature is pure, that everyone wants to travel to our country, to our – and see our nature. So, there are a lot of sightseeing places, there are a lot of mountains, there are a lot of lakes, there are a lot of eco parks, that should be visited by every tourist, and, for example, in our region, our region is Almaty, Almaty region, and it belongs to South – it belongs to South of Kazakhstan, yes? So, South Kazakhstan has mountains, waters, sightseeing places, also, it has – it's a lot of historical and archeological places. Now, we will start with a place – eco-park named Altunyemel. Who knows about – who knows this place? Have you ever been there? Кто-нибудь когда-нибудь был? Это что такое? Какое место вот этого? Кто знает? Ах, нет, оружие, знаете, это место как называется? Ах, нет, оружие, знаете, это место как называется? Это получается, это относится, это находится на территории Алт-Немель парка, национального парка Алт-Немель, но это место, получается, похоже как вот в Дубае, в Эгипте, ну, в Эмиратах, в Эгипте, сафари же есть, сравнивать с этим местом, получается, так как тут такие же звучи пески, но тут не устраивает, конечно, прям джип-сафари такой, но тут, получается, это поющие барханы. Это картинка поющих барханов. Слышали же про поющие барханы? Хорошо. И вот, Алт-Немель, Алт-Немельский вот парк, он включает в себя вот поющие барханы, то есть singing dune, да? Singing, поющий dune – это есть барханы. Dune вообще не этот, особо мы не употребляем, особо не знаю, вот. Либо singing sands, просто sands – это пески, да? Поющие пески. То есть, когда, если туда вы поедете, там, в основном, если такой ветреный, если погода, если погода ветреная, то, получается, пески, они как бы кружатся, кружатся, и образуют такой гул, и он напоминает как бы пение. Не пение, а как мелодия, получается, она получается, у-у-у, так делали, получается, как мелодия. Вы можете что-то там чертить, что ли? Дальше. Также на этой территории, ой, на территории Алт-Немельского парка находятся горы Хатута и Ахтау. То есть, это так еще раз доказывает то, что на территории одного парка у нас может быть несколько чудес, да? Это есть и поющие барханы, это есть и красивые горы Ахтау-Кату-Тау. Тамгалутас. Тамгалутас – это тоже такое... Тамгалутас, они вообще популярны тем, что у них эти камни, они имеют такой необычный красный цвет. И как бы тоже, когда, например, если вы на территории парка заезжаете, я там была, ну, мимо просто проезжали, мы там не останавливались. Просто такой красивый вид пейзаж. Дальше. Next. Чарен State National Natural Park. Ну, это есть Чарен Каньон, да? Это есть... Мы знаем, да, то, что только... Когда это... Вот в сторону, когда едешь, чтобы вы примерно представление имели, А вот не имели национальный парк, он, когда вот едешь из Алматы в сторону Жаркента. О, не из Алматы, из Талдыкургана, когда в Жаркент. А этот Чарен и Кольсай, они, получается, в другую сторону. Тоже в Жаркет, но когда есть новая дорога через Алматы, когда едешь, там, получается, из Алматы ты проезжаешь, как это называется... Вот, Чарен, дальше Кольсай, в сторону, как называется, на Рункоу. Так, ну, просто примерно, чтобы вы знали. Дальше, завтра, например, если захотите ехать, примерно, если по карте посмотрите, там будет видно. Так. А, еще известный факт, да, то, что вот этот Чаренский каньон, он есть только на территории Казахстана, и в этом Гранд-каньон, да, в этом Соединенных Штатах Америки. То есть в мире только два таких каньона. Ну, наши каньоны чуть-чуть меньше, да. Дальше. Кольсай Лейкс. Кольсай Лейкс, они, получается, они вообще называются озерами Кольсай, потому что их несколько. Там, получается, когда ты туда на территорию заезжаешь, есть Кольсай Лейкс и Каэнде Лейкс. Вы, получается, сначала приезжаете в аул, называется он, Саты. Оттуда, получается, у вас будет выбор в две стороны ехать. Один в сторону Кольсай, один в сторону этого Каэнде. Но Кольсай Лейкс, они тоже, сколько озера? Три озера, и они расположены друг за другом. Туда можно добираться и на лошади, и на машине, смотря, как вам будет удобно, и как, ну, по возможности. Дальше. И Кольсай Хаэнде, они, получается, они относятся именно, они относятся, а их называют жемчужиной Чанчанских гор. Чанчанских. Дальше. Чимбулак. Ну, Чимбулак мы знаем, да, как тут добираться, что, где это. И Чимбулак, это относится именно к Зайлийскому Аллаталу. Вот, если так, Зайлийский Аллатал. Дальше. Карагае. Ну, Карагае, там я особо, я не была, я особо про него не знаю, но я знаю то, что Карагае именно, как бы, расположен, видите, вот здесь как, между двумя холмами, овраг, тут раньше, получается, была вода, и получается, именно, как называется, популярен тем, что, видите, ну, по идее... 132 метра, 132 метра, ну, получается, глубина, это, тут была, получается, такая вода, которая еще в свое время была глубиной 132 метра, вот этим, она популярна. А, Ежа, вы можете тоже камеру подключить? Так, дальше. Боровое, да, Боровое, знаем, Боровое где расположено? Где расположено Боровое? Ну, это уже не в Алматинской области, да, в какой области? Ну, примерно не в области, а ближе к чему расположено Боровое? Мичил? Нет, Боровое. Мичил? А Боровое? Боровое, Каверде? Боровое, это у нас уже относится больше в сторону Кокшетау. Кокшетау, Астана уже ближе к северному Казахстану. Ой, к северному, говорю. В общем, я сама не разбираюсь. Короче, в сторону Астаны и Кокшетау нужно, получается, я знаю, что нужно добираться на поезд либо на самолетах Кокшетау, а оттуда там уже уже нужно на машине добираться до Борового. И на территории, не на территории, когда в сторону Борового тоже едешь, получается вот эти, слышали же тоже, Жумбахтас, Охжетпес, это такие, ну, тоже красивые камни, как Стоунхенджи есть. Видели же камни, которые еще на заставках раньше, в Windows были такие камни, типа такого. Так, Баянаул, Баянаул это уже сторону Экипастуза. Ну, мы сегодня больше этот рассматриваем. Аматинскую область, здесь должна быть этот, Алаколь, Алаколь-Лейк из... Алаколь, где я расположу? В плане Восточный Казахстан. Как? Восточный Казахстан. Угу. А как туда добраться можно? На машине или на поезде. Кстати, этот... Вы сейчас в Саркане, Стас? Нет, в Талда-Кургане. В Талда-Кургане. А вообще с Арканда до Алаколя близко, да? Нет. Нет? А сколько их? Ну, смотрите, туда, получается, 700 км, и от Талдыка отнимите 160. Там одинаково, типа. А-а-а. Я почему-то думала, что Стас Арканда чуть-чуть нормально близко, думала. Нет, много еще. Так. Этот был еще. Биг Алматы Лейк. Как это я пропустила. Вот. И полот. Сейчас я выбрала. Ой, ладно. Я хотела еще Биг Алматы Лейк рассмотреть. Сейчас, смотрите, now we will match definitions of types of tourism, like here. For example, экотуризм. What what word combinations can we consider with экотуризм? Какое из них можем отнести к экотуризму? Что больше подходит из этих? к экологическому туризму. Ну, да. Feed animals. Feed animals. And climb mountains. К чему будет относиться? Это больше к экстремальному, да? Дальше. Культурного. Тут культуры, да, больше много. Cultural tourism. What can you be concerned? В баз. Go on баз. Потом? Да. Then? Visit музеи. Visit музеи. galleries, yes. Buy souvenirs, yes. and so on and so forth. Дальше экстремальный, да? Extreme tourism. Tourism. We can concern with где это было? А, climb mountains and visit national reservations. Да, можно. Ну, вообще, visit national reservations, это лучше к экотуризму, да, относится? Это national reservations, это есть национальные парки, тут сюда относятся, это больше относится к экотуризму. So, here, here are some sentences that are connected with экотуризм and connected with the definition of экотуризм. Стас, первое прочитайте этого. Responsible travel. Why экотуризм is responsible travel? Почему почему экотуризм относится именно responsible это как переводится? Responsible responsible and irresponsible да, Responsible это как бы ответственный ответственный вид путешествия. почему относится к ответственному по-русски скажите, на английском сейчас сформулирую. Ну, ответственный вид туризма, потому что получается, если вы находитесь на территории, например, национального парка, да, либо на территории какого-то, например, то же самого озер, да, большой Алматинки, либо кульсай, это считается, это то, что вы не должны там мусорить, вы не должны там разжигать костер, это и есть то, что вы должны быть ответственными перед природой, как бы, ну, конечно, там, если такое запрещается делать, вам и нельзя будет такое делать, но все равно это есть то, что это ответственная, ответственность перед этими, как называется, этими парками. Дальше. Responsible travel to natural areas supporting the fauna, flora and local economy. То есть, это есть, тоже вот объясняется то, что экотуризм, это есть ответственный вид туризма, который поддерживает нашу фауну, flora и местную экономику, как бы поддерживает, либо сохраняет нашу flora, фауну. Дальше. Now, we will note the pictures and definitions to talk and talk about these pictures to prove why these pictures will be, for example, cultural or eco. For example, the first picture. Первая картинка, это же, как вы думаете, к какому относится? Второму, культурно. Cultural, yes. Да. And next, why? Why do you think that the first picture is related to cultural tourism? Потому что это доступлемой прятенности Египта. Yes. Скажите, по-английски. Нет, просто полностью скажите то же самое вот the first picture. Здесь. Да, просто скажите, первая картинка. А, first picture sees cultural tourism? Ну да, не здесь, а просто the first picture will be related to, либо related to, то есть относится, да, можно сказать, относится к cultural tourism. Потому что? Because? Потому что, что вы сказали? Это достопримечательность Египта? Достопримечательность как будет? Блин, сейчас. sightseeing, да, sightseeing place, because this is one of the sightseeing places of Египта. And next picture, к чему относится? К какому виду туризма? Ну, next это just nature, just ecotourism. Just what? Какой? Это ecotourism. Да, just ecotourism. And last one is extreme tourism. And what type of sports, да, можно сказать, спорт, даже это? Чем они получаются здесь на карте? к чему занимаются? Diving? Или нет? Yes, ну, примерно diving, да. Now, we will answer some questions about traveling, about tourism in our country. And let's say, why people should travel? Как вы думаете? Не думаете вообще, для чего люди путешествуют? Путешествуют. Первый, несколько причин просто, например, для чего? For, for example, на русском скажите, для чего люди путешествуют? Отдохнуть? Да, for, например, relaxing, да? For relaxing, потом, для чего, for, for example, for new emotions, yes? Чтобы получить какие-то эмоции, заряд, да, например, эмоции. Then, for, еще для чего можно? Ну, в основном, вот, чтобы отдохнуть, чтобы получить новые эмоции, да? For, for example, for some, forgetting, for getting, для чего? Сравнить страну, или культуру. Ну да, тоже можно, да. Так, Can you see of reasons for traveling? Ah, the reasons for traveling in our country. Какие причины для посещения, ой, в общем, чтобы путешествовать в нашу страну, какие причины можно предложить, например, другому человеку, другому туристу из другой страны? Что можно ему предложить? Почему он должен посетить нашу страну? У нас большая страна. да, because our country has great nature, да, просто можно сказать, природа, да, красивая, может, потом our country also has a lot of interesting customs, да, можно сказать, по традиции, да, тоже, может, для некоторых будет интересна, a lot of interesting customs, потом вкусная еда, да, можно сказать, гостеприимство, да, hospitality, and so on. And what kind of trial can it be? Ну, это не нужно. Так,